600 тонн молока или 10% от республиканского объема. В североказахстанской области в последние несколько лет сельхозтоваропроизводители начали активно развивать животноводство. Они возводят новые откормочные площадки для мясного направления и строят современные молочно-товарные комплексы. На некоторых недавно открывшихся фермах побывала и наша съемочная группа. Благодаря государственной поддержке в виде субсидий только за последние 4 года в нашем регионе аграрии построили 22 современных молочно-товарных комплекса. Один из них находится в селе Прекрасное Альтаусского района. В крестьянском хозяйстве животноводством занимаются больше 8 лет. В прошлом году здесь возвели два новых комплекса на 600 голов. Коров в 2021 завезли из Украины. Средний надой в день составляет 23-24 литра. В данном комплексе сейчас содержится около 412 голов Молочное направление коровы черно-пестрой породы. Завезены они с Украины. Полностью обслуживается ветврачом. Сопровождающий ветврач приехал с Украины, обслуживает этих коров. В данный момент обслуживает один комплекс, два скотника. Он следит за кормлением и за навозоудалением, чтобы порядок был. Дойка полностью автоматизирована, елочка. Еще один комплекс, который ввели в эксплуатацию в прошлом году, находится в селе Привольное района имени Габита Мусрепова. Предприниматель в его строительство вложил около 2 миллиардов тенге. Половина собственные средства, а другая кредитование. Пока ферма рассчитана только на 640 голов. Но бизнесмен уже начал расширение. Благодаря этому поголовье можно будет довести до тысячи. Чтобы добиться высоких показателей, нужно буквально жить на ферме, признается аграрий. Если работать, получать хорошие надои, конечно, выгодно. Приплод, чтобы хотя бы процентов 90 приплода было. И надои хорошие получать, больше 25 литров, конечно, будет соответственная прибыль. Это, как говорится, подушка безопасности. Если мы в России не достигнем технических летах, живота, это стабильно. Здесь вот работают сейчас 45 человек. Скотники, доярки, слесаря, служив персонал. Так что, соответственно, и зарплата. И каждый месяц стабильные поступления денежных средств. В 2022 году работу по строительству молочных комплексов в регионе планируют продолжить. Начнут возводить 11 ферм. В общей сложности потратят больше 20 миллиардов тенге. К слову, 8 из них планируют закончить уже в этом году. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Служба новостей.